Ну еще раз добрый день! Я рад вас приветствовать на вторых Буртайских чтениях. Я надеюсь, что они будут у нас ежегодными, так мы, по крайней мере, планируем. То есть каждую третью субботу декабря мы собираемся, я думаю, что в любом случае на физическом факультете. Аудитории могут быть, наверное, разные, но это не принципиально. Ну и я хотел бы сказать, что сегодня, наверное, все-таки в каком-то смысле событие историческое. Потому что мы уже флаг подняли и, в общем-то, призываем всех под эти знамена. И я вчера говорил с людьми, которые нам помогают, и они даже готовы конкурс объявить на лучшую работу, которая разъясняет труды Юрия Валерьевича Буртаева, ну и вообще работает вот в этой парадигме. То есть вот, можно сказать, две работы поступило, потому что речь идет о молодых. Молодыми считаем до 35 лет. Владимир Акимович, вы уже немножечко промахнулись. То есть через год подводим итоги конкурса, то есть участники, молодые исследователи, и работой в области субстанции, ее фундаментальных структур. Две работы уже поступили, как я сказал. Вот сегодняшние докладчики у нас есть лицеисты и студентка. Мы посмотрим, как это получится. В прошлом году получилось неплохо. Тоже выступали у нас не самые маститые докладчики, некоторые, конечно, и достойно выступили. Отзывы, по крайней мере, были хорошие. Ну и мой доклад вводный, он называется... Как он называется там? Ну да. Сейчас я вспомню. Нет, называется так. Общая методология физического познания, критика позитивизма. Ну тогда, во второй части, когда будет готова презентация, я вам покажу некий пример, который действительно ставит в тупик наших оппонентов, а именно релятивистов. А сейчас тогда некоторые общие слова. Ну вот, понятно, что говорить о физике фундаментальных структур материи можно с полным основанием тогда, когда есть вот тот строительный материал, из которого возникают эти структуры. Ну и, как говорит Юрий Васильевич, существует некая субстанция, а вот эти фундаментальные структуры как раз из нее и формируются. Она сама их формирует. И можно сказать, что эта субстанция есть эфир, хотя Юрий Васильевич это слово не очень любит, не сильно его употребляет. Но дело не в этом. Вопрос именно заключается в том, существует ли мировая среда, которая не есть вещество, а вот то, что мы называем веществом, есть какие-то вихри, какие-то колебания, какие-то возмущенные состояния этой среды. И вопрос не только в том, существует ли она, а вопрос в том, обладает ли эта среда какими-то свойствами, например, можно ли обнаружить свое движение относительно среды, то есть существует ли эфирный ветер, так называемый. Это очень важно. Ну и, в общем-то, наш главный оппонент в этом вопросе – это Эйнштейн, это теория относительности. И для того, чтобы доказать, что среда существует, нужно, конечно, дать ответ современному состоянию дела, а оно известно, 99% работающих физиков разделяют именно основные положения теории относительности, и она даже преподается не только в вузах, но и в школе. И, в общем-то, это считается устоявшейся истиной настолько, что любой человек, который пытается с этим спорить, выглядит как маргинал, в лучшем случае, если не как сумасшедший. Ну и, в общем, для того, чтобы как раз решить проблему преодоления этой теории, теории относительности, надо три задачи выполнить. Ну, во-первых, надо показать, что вот аргументация от опыта не работает. Потому что вот с чего начинают преподавать теорию относительности? Они говорят, опыт показал что? Опыт показал, что скорость света во всех инерциальных системах отсчета является универсальной константой. И ссылается на опыт Маккельсона и другие. И вопрос как бы закрыт. Все. Раз опыт это показал, надо с этим смириться и, соответственно, делать выводы. А потом выводы проверить на других экспериментах. И если все будет сходиться, то уж вот так получилось, будем исходить из того, что опыт показывает. Понятно, что здесь речь идет об определенной методологии. Вот смотрите, получается так. Вот если опыт показывает то, чего не может быть, как следует поступать в этой ситуации. Можно сказать, что да, действительно, мы чего-то не знали. И мы вошли в некую новую сферу, в некую новую область. И теперь в этой области наше старое представление не работает. В принципе, это и есть подход современной физики. Он даже имеет некое название «принцип соответствия». То есть мы должны строить новую теорию, которая в частном случае должна сводиться к старой теории. То есть, если говорить о теории относительности, то получается следующая примерно ситуация. Раньше мы не имели дела со скоростями близкими к скорости света. А вот перемеем. И, соответственно, наше старое представление надо как-то модернизировать, как-то менять. И это означает, что наше представление не являются абсолютными. Вот наше мышление не есть нечто абсолютное. По сути дела, мы отрицаем разум. Вот это и есть методология позитивизма, которая у меня как раз объектом критики является в моем докладе. То есть, что говорит позитивизм? Он говорит, что все наши знания проистекают из опыта. Содержательные знания. Ничего содержательного априори сказать нельзя. И, соответственно, что мы сейчас знаем, обусловлено вот нашим нынешним кругом явлений. Нашим узким опытом. Если мы опыт будем расширять, то наши понятия, которые этим узким кругом опыта обусловлено не работают. И тем самым они являются относительными. То есть, все относительно получается. Истины как таковой нет. Истины, которая не будет потом отменена. Истина как таковая это неотменяемая истина. Это то, что и через 500 лет будет истина, и через миллион лет будет истина. И вообще было истинно, даже когда не было никого, кто об этом знал. Как бы такой мир идеи Платона. Теорема Пифагора существует как бы вечно. И неважно, есть те, кто ее знают или нет. Она есть. Это бытие. Идеальное. Таким образом, позитивизм это все отрицает. Нет абсолютной истины. Неотменяемой истины. А что тогда он пропагандирует? Он пропагандирует дело. Он говорит, вначале было дело, а не слово. А париаризм говорит, вначале было слово, мысль. А позитивизм, вначале было дело, практика. И зачем тогда наука нужна? Не для того, чтобы понять мир, а для того, чтобы его использовать. Нужно выколачивать пользу из природы. А понять, по большому счету, ничего нельзя. потому что наши понятия относительны. И значит, чем дальше мы продвигаемся в нашем опыте, скажем, чем дальше во Вселенную или чем глубже в микромир, тем безумнее с точки зрения нашего здравого смысла становится мир. Отсюда идея безумных идей, Боровская. И, соответственно, получается, что если есть какая-то физика настоящая, она совершенно противоречит здравому смыслу и она безумная. Она носит сверхчеловеческий характер. О чем и говорит Эйнштейн. Эйнштейн говорит о том, что законы природы носят сверхчеловеческий характер. Они принципиально противоречат здравому смыслу. Понять их нельзя. Их можно только какой-то мистической интуиции постичь. Причем нет прямого пути от опыта к этим идеям, говорит Эйнштейн. Отсюда понятие дуга Эйнштейна. По дуге мы воспаряем к этим принципам в мистической интуиции. Их открываем каким-то образом. Какую-то красоту наблюдаем математическую. А потом из этой красоты пытаемся как прожектором осветить весь мир явлений. Вот такая методология. И, соответственно, чтобы бороться с этим, надо как раз второй шаг сделать. Нужно не только показать, что я уже отметил в первом пункте, не только показать, что опыт не показывает, что скоро света постоянно во всех иностранных насчетах. Нужно еще отмести вот эту методологию. Это второй шаг, очень важно. то есть надо показать, что позитивизм ошибочен. А правильный подход это априоризм. Подход с точки зрения чистого разума, о котором говорил Кант. Ну и вот тут уместно, наверное, вот что сказать. Современные физики, ну вот начиная с 20 века, очень любят шпинять философов. Ну есть такие шпильки по поводу философов у Фейнмана в его знаменитом фейнманских лекциях по физике, в его курсе знаменитом. Есть у Вайнберга тоже такая шпилька против философов. Мол, философы ничего не могут. Ну и физики говорят, что после теории относительности физики отобрали у философов проблему пространства и времени. Я сам неоднократно слышал от физиков такую сентенцию. Но что может сказать философ о пространстве и времени? Что ваш Кант может сказать о пространстве и времени? А Кант написал много о пространстве и времени. Априорная форма чувственности. Пространство и время это элемент нашего разума. Это первая часть всей структуры чистого разума. То есть пространство и времени ни в коем случае не является опытным. Оно никак не формируется именно опытом. Наоборот, по Канту чтобы был опыт, необходимо уже иметь представление пространства и времени. То есть Кант тут спорит с Локом, который говорил, что нет ничего в уме, чего раньше не было в ощущениях. По сути дела, Лок в 17-м веке сформулировал вот ту программу, которая потом в позитивизме уже в чистом виде и реализовалась. Так вот, значит, получается, что физик отнял у философа именно эту проблему. Так говорят. А я бы сказал, надо вернуть проблему пространства и времени философам. Я скажу наоборот. А что физик может сказать о пространстве времени? Ничего, на мой взгляд. Он только думает, что он что-то может сказать. Переобъясняю, почему он так думает. Физик имею в виду. Физик 20 века. А потому что он что-то начал утверждать? Он начинает утверждать то, что говорят позитивисты. Он говорит следующее. Если вы хотите что-то сказать о пространстве и времени, вы должны научиться измерять пространство и время. Измерять. Если вы не умеете измерять, говорит физик, вы можете все что угодно говорить. Это меня как физика не интересует. Поэтому я как физик, то есть как физик 20 века после теории относительности, ставил вопрос об измерении. И вот дальше. Допустим, мы в эксперименте должны измерять время. Спрашивается, как мы время измеряем? И вот утверждается, что Эйнштейн впервые поставил вопрос об определении одновременности удаленных событий. Мол, как будто раньше об этом никто не думал. Раньше считалось, что понятие одновременности является совершенно очевидным и, соответственно, никакой процедуры определения одновременности не требуется. А Эйнштейн, великий Эйнштейн, об этом задумался. Что же такое одновременные события? которые происходят в разных местах пространства. Как установить одновременность? На опыте установить одновременность? И, соответственно, если мы на этот вопрос не отвечаем, говорит физик 20 века, то мы ничего не можем сказать про время. Потому что время физическое, время в эксперименте, у нас всегда связано с фиксированием одновременных событий. то есть сначала фиксируем одновременность экспериментально, а потом фиксируем время уже. Вот логика. То есть, опять, смотрите, пространство-время не является здесь априорной формой, а оно является опытным понятием. То есть, мы должны на опыте дать процедуру, с помощью которой мы определяем по крайней мере одновременность. И Эйнштейн говорит, давайте думать, как мы это будем делать. Вот допустим, есть у вас два события в разных местах происходящего. Как установить, что они были одновременно или нет? Как это установить? Как? Вот надо луч света, правильно? Там есть несколько вариантов, но допустим, вот такой вариант, самый простой. Нужно в середине между событиями поместить источник света, запустить луч налево-направо, и вот если луч приходит в точку А одновременно с событием А и приходит в точку Б одновременно с событием Б, значит, события А и Б произошли одновременно. Для этого возникает вопрос, а скорость света туда и туда одинакова или нет? И ответ Эйнштейна следующий. У вас нет иного пути, кроме как признать, что вы должны по определению считать эту скорость постоянно. Я подчеркиваю, по определению. Иначе у вас нет процедур одновременности. То есть, вот это на самом деле далеко не все осознают из критиков теоретносительности. Я не имею в виду Ациковского, здесь присутствующего. Так вот, далеко не все осознают, то есть, что... А вот об этом речь, он объясняет, почему. То есть, мы должны скорость света считать универсальной константой в инерциальных семах вакууме по определению, по определению. Иначе, иначе мы не можем установить понятие одновременности. Именно эмпирическое на опыте. Вот о чем идет речь. А позитивист говорит, что его интересует, что? Опыт. Опыт его интересует. Больше ничего не интересует. Ну и так, дальше, что получается? А дальше получается некое противоречие логическое, которое сам Эйнштейн понимает. И в работе семнадцатого года он об этом прямо пишет. Суть этого противоречия следующем. Когда мы говорим о том, что для определения времени нужно определить одновременность, мы по определению считаем скорость света постоянной. Но понятие скорости уже включает в себя время. Поэтому это логический круг. Я подчеркиваю еще раз, Эйнштейн это прямо декларирует, что здесь логический круг. И прямо об этом говорит в работе семнадцатого года. А дальше он говорит следующее. Да, дорогой читатель, это противоречие логическое, но когда я дам вот такое операциональное определение одновременности на опыте, такую операцию дам, я никогда не встречу противоречия. экспериментатору дам делай вот так. Я тебе даю практическое указание, рецепт, как определять одновременно событие. Будет испытывать трудности экспериментатор принципиально? Нет, все понятно, все понятно. То есть, о чем тогда речь? под этим положением лежит глубочайшая философия, совершенно не рационалистическая философия, а именно. Мы допускаем противоречия изначально, главное, чтобы в опыте работало. Поэтому как раз нужно здесь разобраться в этом вопросе. ну а в принципе в чем здесь собака-то зарыта? Ничего тут страшного нет на самом деле. Давайте я эту формулу напишу. Сейчас, секундочку. Вот допустим, у нас есть задачка. Задачка школьная. Есть река. Река и катер есть. И вот у нас на реке есть у нас две пристани. Пристань А и пристань Б. Значит, нам известна скорость реки. Допустим, У. И скорость катера относительно реки. Относительно воды. Допустим, В большое. Допустим, так. Ну и соответственно спрашивается, как узнать одновременно события вот тут и тут произошли. Вот простейший расчет показывать. Допустим, вот у нас какое-то событие произошло по часам А. Время А. Т. А. И какое-то событие произошло по часам Б. Так. Значит, получается, вот эти события будут одновременными, если выполняют следующее условие. Смотрите, у нас время по часам Б минус время по часам А. И дальше это вот это равно время по часам А' это когда уже катер вернулся. Так, сейчас я поясню еще раз. Минус время по часам Б. Так, и тут получается скорость катера минус скорость течения делим на скорость катера плюс скорость течения. Вот такая формула. То есть еще раз что у нас происходит. А и Б две пристани на реке и маленькая скорость течения и большая скорость катера относительно воды. Так вот, используя катер в качестве сигнала, то есть мы посылаем сигнал из пункта А в пункт Б, используя катер в качестве сигнала в кавычках, связывающие события в пунктах А и Б, можно дать отличное от Эйнштейновского определения одновременности этих событий или силы хронизации часов. эта формула. Что для этого нужно знать? Посмотрите, нужно знать скорость катера относительно реки и скорость реки относительно наблюдателя. А что у нас в Эйнштейновском подходе? Значит, у нас вот эта скорость неизвестна. это эфирный ветер. То есть вместо воды это эфир. А вместо катера это свет, который в эфире распространяется. И таким образом получается, если мы не знаем этой скорости, тогда конечно процедура одновременности не работает. и по сути опять что нам говорят? Нам говорят следующее. Вот послушайте внимательно. Я попробую это донести. Это трудно формулировать. Нам говорят следующее. Вот ваша правильная процедура одновременности. Но вы не знаете скорости. Скорость эфирного ветра не померена. Значит, как поступают тогда физики классической школы? Они говорят если пока не знаем, то возможно в будущем узнаем. Ну нет допустим средств таких. Но давайте будем работать и в конце концов научимся измерять то, что нам нужно, чтобы сохранить рациональность. Хорошо. пытаются это сделать год, 10 лет, 20 лет. И в конце концов это может просто говоря надоесть. То есть пытаемся измерить скорость эфира в 1881 году не получилось, в 1887 году не получилось, потом другие были эксперименты и в конце концов кому-то надоедает. есть сколько можно не получается ничего. Как тот хирург, который делает операцию режет скальпелем, режет скальпелем, режет, потом ничего не получается. Вот примерно так. Короче говоря, именно 20 век вот так поступил. Он так поступил с эфиром. Но ничего не получается. все. соответственно тогда эфир выбрасывается. Смотрите, а если выбрасывается, вот он выбрасывается, вот эта скорость выбрасывается. Вот нет ее, вы ее не знаете. Что вы с ней будете делать тогда? То есть как будет работать тогда? А тогда все. Тогда вы берете Энштейнерское определение одновременности. У вас другого выхода нет. А соответственно какое оно получается? Оно вот такое получается? Вот посмотрите. Тут получается потрясающая вещь. Если скорость катера, то есть скорость света по большому счету, много больше скорости течения, то мы получаем Энштейнерское определение одновременности. Вот. То есть можно сказать, что специальная теория относительности есть предельный случай, классической физики, когда скорость света много больше скорости эфирного ветра. Вообще говоря, это может быть. И вообще говоря, мы можем получить какие-то правильные результаты на основании вот этого положения. Но эфирный ветер обнаружить можно. таки. Я думаю, что те, кто этим вопросом занимался, не мог пройти мимо статьи 1902 года профессора Шелковского университета Хиггса, который написал в одном из центральных научных журналов того времени, философика Мэггазин, что эфирный ветер в опыте Миккельсона с очевидностью обнаружен. Обнаружен с очевидностью за три года до публикации статьи Эйнштейна. Ну, естественно, возникает вопрос, а как могло такое получиться, что никому неизвестный 26-летний эксперт третьего класса в Берне патентном бюро опубликовался в центральном немецком журнале Анна-Лен-Дерфизик и не никого не ссылается. Вот можете представить, кто-нибудь из вас неизвестно, допустим, никому присылает статью о фундаментальном вопросе приносят в центральный журнал и ни на кого не ссылается при этом. Вот что ему скажет редактор, например. Ну, нормальная ситуация такая. Ну, вы там соотнеситесь с существующим положением, посмотрите, что по этому поводу написано в литературе. Вот с большим трудом можно представить, что в пятом году Philosophical Magazine не был доступен в Германии, где это было написано. Ну, хорошо, допустим, допустим, мечты не согласен с Хиггсом. Ну, напиши, что не согласен. Правильно? То есть, опровергни. А в чем идеи Хиггс? коротко расскажу. Значит, в чем мы это назвали после некоторых размышлений, несколько лет размышляли на тему, назвали-то вот я, Потанин, Савин тут присутствующий. Мы это назвали эффектом Хиггса. Значит, в чем суть? Вот, допустим, у вас есть источник света и есть приемник. Вот так напишу приемник. И вот, если у вас покоится в эфире источник, приемник, то мы какой-то принимаем частоту определенную. А, допустим, подул ветер эфирный. Вот так. Что будет с частотой? Ничего не будет, она бы такой же останется. В том-то и дело. Никого доплера не будет. Эффект доплера, когда только есть относительное движение, наблюдается. А изменится длина волны. Вот в чем дело. И скорость изменится. То есть у нас частота как раз есть скорость делить на длину волны. Остается постоянная частота, меняясь длина волны. Из-за поворота фронта навстречу ветру фронт поворачивается. Вот такой будет фронт. И меняется длина волны. А поэтому этот эффект присутствует в опыте Маккельсона. Его обязательно нужно учитывать. О чем говорит Хиггс. И когда он его учитывает, то соответственно все встает у свои места. Опыт Маккельсона дает однозначно положительный результат. Даже если мы не можем точно определить скорость эфир ветра. но мы точно знаем, что С не инвариант. Вот это показывает опыт. И спрашивается, как такое могло получиться, что такая фундаментальная статья прошла мимо? Как могло получить, чтобы потом на нее никто не ссылался? Это очень странно. Из истории известно, что один единственный документ исчез за всю историю этого журнала. Это рецензия Планкаря на статью Эйнштейна 5-го года. Вот такая ситуация. Смотрите, что получилось. Мы с вами два пункта прошли. Первый пункт. Мы сказали, опыт не показывает, что цена константа. Первый пункт. Мы говорим, что не надо сдаваться перед опытом, если он показывает то, чего не может быть. Давайте останемся рационалистами, а не впадем этот самый позитивизм, который нам позволяет не быть рационалистами. Он позволяет все, что угодно принять. Главное обработало. А третий пункт, следующий. Какие еще есть аргументы у релятивистов? Они даже не вникают в эти вопросы, потому что говорят, ускорители работают. Работают ускорители каждый день. Время жизни движущегося миона, пиона, что хотите, протона. Протон вечно живет. Короче говоря, время жизни частицы движущейся больше, чем время жизни покоящейся. Это работает, это тоже медицинский факт. чего хотите тогда, зачем вы спорите с теорией относительности? надо тогда пояснить, пояснить, как бы тайну раскрыть, почему все-таки теория относительности работает в некоторых случаях. В некоторых случаях она работает. Действительно, считаем по ее форме получается. И тут, когда мы поймем, что она работает в этих случаях, и поймем ее корень ошибочный, должны понять, а где она не работает тогда. И все. Мы этот третий пункт проходим, и у нас получается, что мы полностью критику завершили. Вот эту методологическую критику мы полностью завершили. Ну и ответ, конечно, понятный. Сейчас нам понятен ответ, почему движущий Симеон живет дольше, чем Мион покоящийся. Речь идет о движении в эфире. То есть из чего исходит методология теории относительности, когда она считает, что время замедляется у движущегося пионом или миона. Она считает, что мион движущийся и мион покоящийся это один же мион. Потому что эфира нет. То есть что получается вот если я буду сидеть на движущемся мионе, я увижу такой же мион, как если он будет покоиться в лаборатории. Вот они из чего исходят. Это предпосылка. Это предпосылка при интерпретации эксперимента. И она конечно из чего исходит? Из того, что нет эфира. Тогда все нормально. Тогда мы вынуждены признать, что время замедляется. Но если есть эфир, и мион движется именно в эфире, и тогда получается он любит другим. То есть движущийся мион или он покоящийся в эфире. не один и тот же мион. и соответственно легко понять, что если у нас есть часы световые вот они в эфире не покоятся допустим. Вот луч бегает туда-сюда будет одно тиканье тик-так вперед будет какой упокоящегося 2L на С. А если в эфире поехали поехали в эфире причем неважно куда неважно куда они могут ехать вот сюда а могут ехать вот сюда у них тик-так будет медленнее происходить и понятно почему потому что свет вот они поехали вот так будет свет вот он проходит больше расстояние но с той же самой скоростью скорость это в эфире такая же что здесь скорость одинаково поэтому конечно время замедляется только не время замедляет а что замедляется скорость хода часов потому что другие физические условия никаких проблем с принцем нет условия другие раз другие то явление по-другому проходит нет проблем никаких значит соответственно формула та же самая получается что тикань таких часов это т ау 0 на корень квадратный 1-2 квадрат на c квадрат ну и соответственно какой я могу сделать вывод у Юрия Васильевича не он это вполне понятная структура вращательно-колебательный процесс субстанции там в эфире как хотите называйте это не точка не точка и поэтому получается что когда мы когда мы на опыте определили что время жизни миона больше чем время подвижившееся чем время покоясь миона нормальный рационалистич подход какой что мион во-первых а не точка 100% и б существует эфир то есть этот эксперимент прямо пока существует эфир а не отрицает его существование ну и отсюда как раз вот можно такой уже переход делать к буртаеву то есть получается что вот подход рационалистический ну то есть можно сказать подход с точки зрения здравого смысла вполне может увязать все эти эксперименты показать почему работает теоретно сительности дать критику именно еще философскую вот такую критику вот смотрите если все наши понятия из опыта ну покажите как то есть в начале 20 века философы были убеждены в том что когда-нибудь будет показано методами экспериментальной психологии как из ощущений будет порождаться наше сознание наше представление они были в этом уверены вот откроем труды того времени целые школы были и так далее и так далее ответ ноль прошло сто с лишним лет ноль на выходе написано горы литературы как возникает представление пространства времени никто не знает до сих пор из опыта ноль ответ ноль ответ все равно вот у нас есть мощный специалист в России черниговская она недавно выступала в МГУ она вот прямо это и сказала что никто не знает как конечно 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 вот сейчас только поняли ответ нулевой все равно так и непонятно как кто не верит читайте или слушайте в интернете черниговскую она об этом очень хорошо объясняет это все хорошо объясняет так вот философский простой не надо третировать пространство времени не надо не воздеваться то есть теория опасительности издевается над пространством времени понимаете вот и в итоге получается что если у человека отнять пространство время априорное вообще-то с ним можно сделать все что угодно потому что если здесь у вас нет твердый почек по ногами то у вас вообще нигде ничего нет это вот такой философский вывод из теории опасительности ну и завершая сейчас передать свою первую часть бумажка бумажка ну в общем да вот я вспомнил как сказать значит чем хотел завершить значит Юр Васильевич Брутаев кондовый априорист и хочу продемонстрировать то есть значит ведь с чем он начал то он начал с того что в микромире работают те же самые законные что и в макромире вопрос откуда он это знает смотрите он с самого начала отменил постулат позитивизма позитивизм там другие законы ведь наших ощущений там не было правда когда формируют наши понятия мы же их формируем не в мире электроны и протоны а в макромире а Юр Васильевич говорит если есть магнитный момент у электронов может быть ток почему потому что так говорит классическая физика то есть он говорит что классическая физика работает в микромире он априори предписал это априори и тем самым что получается он именно пытается интерпретировать вот те данные опыта из априорной установки и получает результаты ну и какая получается общая методология познания физического она такая мы априори формулируем некие принципы их можно назвать здравым смыслом это не то что вот очевидно что солнце вокруг земли движется как говорят релятивисты не в этом очевидность не в этом очевидность вот у нас сегодня будет доклад Михаила Щукина про геометрическую очевидность немножко речь пойдет то есть короче говоря вот что такое очевидность здравого смысла это фундаментальнейшая вещь то есть без нее вообще разума нет вот эта интеллектуальная интуиция то есть разум как таковой если мы его если мы ее отменяем мы разум отменяем так вот мы сначала формулируем критику чистого разума вместе с Кантом хотите хотите без него сами если справитесь ну короче говоря именно вот есть философия понимаете мощная философия но я Канта понимаете ставлю пока выше всех остальных в этом отношении так вот получается что вот сначала мы должны в этом разобраться что есть пространство что есть время что есть причинность что есть действие философски разобраться не на опыте опыт нам это не покажет априори разобраться до опыта а потом когда мы в этом разберемся мы будем судить опыт как говорит Кант как судья судит преступника а не как школьник который ждет подсказки от учителя то есть короче говоря Юрий Васильевич начал судить опыт по принципам классической физики опыт микромира и добился выдающийся результат то есть получается так что что есть физическое познание физическое познание есть синтез априорного и эмпирического знания в апостериорном схватывании природы спасибо за внимание так но следующее у нас Юрий Васильевич Буртаев выступает вопрос какие-то есть ко мне может быть или попозже когда вторую часть сделаю после второй хорошо так я оставляю труды Юрия Васильевича чтобы они нас вдохновляли пока это я убираю так все хорошо спасибо Продолжение следует...